Итак, давайте разберемся, насколько стоимость проезда в Алматы соответствует рыночным реалиям. А для этого посмотрим, сколько платят в регионах. Большого разброса в ценах на проезд в общественном транспорте нет. Тариф 80 тенге самый распространенный. Меньше всего платят жители Актау и Актобе 50 и 55 тенге. Дороже всего проезд обходится пассажирам в Усть-Каменогорске и Казларде 90 тенге. Но это если не говорить о дифференцированном тарифе. Самая высокая стоимость проезда при наличном расчете в Алматы и в Астане 150 и 180 тенге соответственно. Однако независимо от стоимости проезда практически во всех областях Казахстана перевозчики требуют повышения тарифа. Доходит даже до судебных разбирательств. К нам присоединяются наши корреспонденты из Костаная и Актобе. Они расскажут о положении дел в своих регионах. Добрый вечер, коллеги. Айжан, мы знаем, что у вас, у перевозчиков уже давно лопнуло терпение. Почему? Добрый вечер. Да, это так. Как раз сейчас в Костаная проходит судебный процесс из-за того, что месяц назад три крупных автобусных парка пошли на забастовку и сократили количество машин на маршрутах. В городе возник транспортный коллапс. Городские власти с ответом медлить не стали и заявили, что перевозчики нарушают тендерные обязательства и создают искусственный ажиотаж. Городской Акимат подал в суд на них и намерен расторгнуть договор на обслуживание городских маршрутов. Но гораздо ранее перевозчики уже заявляли о том, что растут цены на ВСМ и запчасти аж на 25%. Простые кустанайцы перевозчиков понимают, но платить дороже не готовы. Перевозчики тоже люди, у них тоже семьи, они должны их кормить. Но это город должен решать, может быть, датировать, перевозчикам помогать, либо как-то зарплата должна повышаться. Ну я, может, и готова, а вот пенсионеры, я думаю, что не готовы, потому что, ну, дорого для них. В некоторых городах, я знаю, например, пенсионеров вообще бесплатно перевозят. В Ак-Тубе, например, вот мне приходилось там бывать. Перевозчики просят поднять проезд до 100 тенге. В этот тариф они заложили деньги на обновление автобусного парка. Пога идут судебные иски, ни они, ни отдел жилищно-коммунального хозяйства не торопятся комментировать возможное повышение цен. Оскар. Льготный проезд для пенсионеров, студентов и других социально уязвимых категорий тоже нередко становится камнем преткновения между властями и перевозчиками. Скидки для них датируют городские власти. Вот в Костанайе уверены, что в Ак-Тубе пенсионеров возят бесплатно. Эльмира, это правда? Добрый вечер. К сожалению, жительница Костанайе ошибается. Льготный проезд в общественном транспорте у нас действует только для детей от 7 до 14 лет. Все остальные платят 55 тенге. Но это один из самых низких тарифов республики. Держится он уже три года. Компания-перевозчик неоднократно просила местной власти разрешить повысить стоимость до 80-90 тенге. Однако в Акимате решили, что оснований для этого нет в связи с отсутствием отчетов о реализации билетов. В компании опасаются банкротства. Сейчас стороны сошлись на том, что решат вопросы об удорожании после внедрения системы электронного билетирования. Она должна показать реальные доходы перевозчиков. Систему в Ак-Тубе планируют протестировать уже в сентябре. Предполагается, что тариф будет по примеру Алматы и Астаны дифференцированный. То есть при наличной оплате он будет значительно выше. Ну, как показал опыт, и система электронного билетирования не панацея. Здесь есть тоже пути сокрытия доходов, а то и откровенных хищений, особенно при наличной оплате. В Алматы, да и в столице пассажиры неоднократно уличали водителей в отказе выдавать билеты по дифференцированному тарифу. Но в автопарках, словно и не замечают этой проблемы, продолжают настаивать на удорожании. Очевидно, одно вопрос перевозок и стоимости проезда – это острая социальная проблема, которую быстро не решить. Власти должны учитывать реальные возможности как пассажиров, так и автопарков. Редактор субтитров А.Семкин